Я вас приветствую, дорогие мои друзья, товарищи, любители вкусненько покушать. Сегодня будем готовить в Автоклаве Вейн желудки индюшиные. Вот я их уже здесь прикупил, уже помыл, побрил, в общем, все как положено. Все хорошенечко их промыл, в общем, если кроме шуток. Сегодня партия будет такая небольшая, пробная, потому что вот куриные желудки я делал, нам очень понравилось. Вот они дюшиные, не знаю, они на вид такие вообще прям мясистые, такие офигенные. Куриные-то они прям малюсенькие. Ну и стоят они подороже, где-то рублей 250, что ли, за килограмм за них отдал. В общем, сейчас делаю их с овощами. Овощи это лук, морковка и перчик будет, соль. Ну, в принципе, и все. Сделаем, попробуем, если понравится, если вкусно, а я думаю, будет вкусно, то сделаем еще партию побольше. Сейчас нарезаю их на такие порционные кусочки, ну, чтобы сразу на вилочку и в рот, на вилочку и в рот. И все, начинаем приготовление, ничего сложного нет. Все, желудки я порезал на порционные кусочки. Здесь получается полтора килограмма. Тазик 120 грамм весит, полтора килограмма. Значит, добавлю соли 15 грамм. Соль вот такая вот крупная, пищевая, морская. Отвесил 15 грамм соли. Сейчас рассыпаю по желудкам ее, перемешиваю хорошенько. И пока буду готовить лук и морковочку, соль вся разойдется, впитается, ну, все будет нормально. Три средних размеров луковицы. Вот, нарезал. Сейчас пережарю на подсолнечном масле. И две средних размеров морковочки. Натер на крупной терке. И сейчас также пережарю на растительном масле. Ну, а потом все вместе перемешаю с нашими желудками. Ну, вернее, не нашими, а индюшинами. И буду уже раскладывать по пол-литровым баночкам. Поставил уже с морковой пережарочку. Так, еще не так давно одна моя подписчица, которая смотрит постоянно мои видео, прислала мне вот такую приправку. Ирина Приходько. Спасибо большое приправку. Очень обалденная, вкусная. Сейчас я хочу ее тоже добавить вот сюда. Прям на язык сейчас попробовал. Мне понравился аромат. Тоже чудесный. Так что огромная от нас благодарочка за приправу и за Иван-чай. Ну, и за просмотры видео, конечно. Осталось самое простое. Я перемешал желудки с пережаркой. Аромат стоит просто неимоверный. Вот приправа супер. Ароматище обалденный. Я не буду сюда класть перец, я не буду сюда класть лавровый лист. Потому что от этой приправы аромата более чем достаточно. Пол-литровые баночки. Twist-off. Сейчас кипячу крышки, чтобы резинка размякла на них. Чтобы лучше присосались к банкам. А сейчас накладываем. Накладываем как? Как всегда. По возможности. Чем более плотнее, тем лучше, чтобы было меньше всего пустот в банке. Ну и пару сантиметров до верха банки не докладываем. Получилось 6 баночек, но одна не полная. Вот 5 баночек и вот одна не до конца. Как раз ее я использую на дегустацию. Повторюсь, для тех, кто еще не в курсе, не надо накладывать полные банки. Не надо жадничать. Оставляйте сантиметра 2-3. Потому что продукт при нагреве расширяется. Вот увеличивается. И нам обязательно нужно это место. Иначе может и крышки все повздуваться. Так что не жадничайте. Все. Теперь собираю автоклав. Налил в автоклав, как всегда, 9 литров воды. Это как раз закрывается тен. И до низа фольжна вода. Работаю сегодня на автоматике. Все. Банки поставил. Закрываю крышку. И погнали в работу. А желудки у нас, в принципе, достаточно тугие. Это же не просто куриное мясо. Правильно же? Правильно. Поэтому что мы будем делать? Мы сейчас поставим автомат. Среда паровая. Окей. Продукт. А мясо поставим. Все-таки жесткие пупки. Пусть будет мясо. Окей. И банки поставим. Так. Пол-литра. Ну да, пол-литра. Все правильно. Окей. Убедитесь, что тен в воде. И датчик температуры установлен. Окей. Начать процесс приготовления. Да. Для начала продувки откройте кран на крышке автоклава. Кран я открыл. Окей. Продувка пошла. Кран имеется в виду. Это вот этот кран для сброса ненужного нам воздуха. Сейчас будет автоклав нагреваться. Будет вода нагреваться. Тен в данный момент работает на полную мощность на 3 кВт. Он 3 кВт. Вода нагревается. Образуется пар. Пар выдавливает воздух. Вот этот клапан дышащий закроется. И воздух будет выходить вот по этому шлангу. Вот сюда. Там он рассекатель пара. Будут такие сначала бульки большие, крупные. Ну вот видно воздух выходит. А потом такие мелкие, шипящие. Это уже значит пар. Но автоматика нам подаст сигнал, что пора закрыть кран. Все достаточно просто. Клапан закрылся. Клапан закрылся. Температура. Температура 83-84. И вот таким образом выходит воздух. Сейчас, когда весь воздух выйдет, это будет температура 100 градусов. Автоматика нам подаст сигнал, что пора закрыть кран. Все, продувка завершена. Кран я закрыл. Сейчас уже вот идет нагрев. Уже 103 градуса. Сейчас дойдет до 120. При этом поднимется избыточное давление. Будет чуть больше одного бара. Включится обратный таймер. Вот 40 минут у нас эта будет стерилизация идти. Ну и все. Все будет готово. Весь процесс занимает не более полутора часов. Так что автоматика все, в принципе, тут делает сама. Температура дошла до 120. Начался обратный отсчет. Началась стерилизация. Нам остается только немного подождать. Что, друзья мои, вот и все. Закончился у нас процесс приготовления. Сейчас будет идти остывание до 40 градусов. Опять же, наше присутствие здесь не нужно. Самое главное после завершения процесса в данный момент не лазить в автоклав. Вообще здесь ничего не трогать, пока он не остынет. Пришло самое вкусное время. Время дегустации. Баночки мои уже остыли. Я вечером вчера автоклав отключил. Вот он стоит. Он у меня остыл, постоял. Я-то никуда не тороплюсь. Достал я все баночки. Вот они. Все крышки вогнутые. Все как положено. Все отлично. Все красиво. А вообще доставать банки из автоклава можно уже через полтора часа. Так что на все про все, все приготовление занимает от начала до конца, ну не более трех часов. Вот эта баночка, это у нас она не полная. Сейчас мы ее будем дегустировать. Хочу, ребята, вам напомнить, что в данный момент компания Вейн проводит конкурс. Разыгрываются призы, это дополнительное оборудование к колоннам на сумму 10 тысяч рублей. А конкурсное видео и условия конкурса вы можете почитать вот внизу в описании. Там будет и конкурсное видео, и описание конкурса. Так, что я вам еще хочу сказать по поводу автоклава. Не забывайте. Вот я всегда говорю, а вы все, ребята, спрашивайте. Не забывайте на официальном сайте Вейн по ссылке в описании при покупке автоклава, при покупке колонны Вейн 6, колонны Вейн Реформ, при покупке аппарата Комбо. Не забывайте указывать промокод Витальсон большими латинскими буквами. Или писать промокод на сайте при заказе. Или при звонке говорить промокод. Тогда вам будет скидка. На официальном сайте Вейн. По поводу автоклава, вот этого, парового. Ну, уже много я раз говорил, что на пару готовить в несколько раз быстрее, чем на воде. Быстрее, проще. Автоклав имеет 3 года гарантии от официального производителя. Я работаю на нем уже больше года, нареканий нет. Автоматику можно купить по звонку. Номер телефона указан под видео. Самый наш невосполнимый ресурс – это время. С паровым автоклавом Вейн мы это время экономим. Также этот автоклав можно использовать как перегонный куб. Потому как сверху крышки идет кламп 2. На него можно купить колонну Вейн 6. Или через переходник с 2 на 1,5 поставить колонну Вейн реформ. Также его можно нагревать как на газовой плите, так и на индукционной плите. Также и на тене. Да хоть на костре. Если у вас еще нет автоклава, ребята, я вам советую его купить. Такие вкусняшки получаются. Вот все вкусняшки эти. У меня некоторые стоят в холодильнике, некоторые в подвале. И большая часть стоит просто дома в кладовке. Хранится просто все при комнатной температуре, если вы все правильно приготовили. Так что автоклав, он годится не только для какого-то там деревенского жителя, понимаете. Но также и для квартиры. У меня вот вообще однокомнатная квартира. Ах, аромат. Меня еще очень интересует по мягкости, как получилось. Смотрите, сколько получилось жижки. А ведь я воду не добавлял. Ну, лил я только масло при приготовлении пережарки. А жижки сколько много. Это все вот, ну, что масло вот это и сок от желудков. Посмотрите, какая красота. Смотрите, как красиво получилось. Очень красиво. Аромат. Аромат просто суперский. Пришло время пробовать. Тают во рту. Чудесно. По мягкости самое то, что надо. Какие они мясистые. Да. По вкусу, в принципе, по вкусу. Наверное, то же самое, что и куриные. Ну, а эти более мясистые такие. Плотные прям. С гарниром, да и без гарнира. Великолепно. О, мне нравится. Будем делать большую партию. Отлично получилось. 40 минут. Режим мяса. Самое оно. Получается 40 минут при температуре 120 градусов. Более такие они прям. Вот прям плотные-плотные такие. Правда, и стоят гораздо подороже, чем куриные. Рублей на 100 дороже килограмм. Жиречка вот эта вкусная тоже вот так. С морковочкой прям цепляю вместе. Да еще приправка вот эта. Класс. Еще раз благодарю Ирину Приходько за то, что прислала вот эту вот замечательную приправу. Забыл я, как она называется. Ну, отличная, отлично. Нравится мне. И также Иван-чай обалденный. Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно. Рецепт однозначно уходит в копилку. Всем советую. Это очень вкусно. Повторюсь, что хранить их можно не только в холодильнике, но и при комнатной температуре. Я вот в кладовке буду хранить. Хорошо. Вот. Хотел еще печень индейки приготовить. Я в начале видео, наверное, неправильно сказал индюшиные желудки. Не индюшиные, а желудки индейки. Печень, блин, вообще дорогая. Печень 450 рублей стоит килограмм. Дорогая зараза. Не, ну вот желудки, я их называю, пупки. Это того стоит. Оно того стоит. Во-первых, их не пришлось особо чистить. Они чистые были. Хорошенько помыл, да и все. Вкусно. И что еще хорошо мне понравилось, я их покупал. У нас магазин, правильная корзинка вроде называется. Они там не замороженные. Они там размороженные. Ну там все размороженное, не это, не в брикетах, не в лотках, а все, пожалуйста, просто охлажденное. Прямо купил и сразу готовить уже. Класс, а если кушать с гарниром, допустим, с гречечкой, вот этот вот именно сок, это будет не сухо. Офигенно будет. Ну что ж, друзья, результат налицо. Баночку умял, просто чудесно. Всем советую, такой рецепт уходит однозначно в копилку. Также всем советую приобретать автоклав вейн. Вот такая вещь, такие вкусняхи, просто у меня нет слов. Я вам говорю до свидания, до новых встреч. С вами был Витальсон. Быть добру и два пальца вверх.